В аэропорту Манас торжественно встретили заслуженного артиста Кыргызской республики Манасчирыспа Исакова. Отметим, что в общей сложности Рыспа Исаков сказывал эпос Манас 130 часов. По решению специальной комиссии было зарегистрировано 124 часа, а ранее Манас попал в книгу рекордов Гиннеса как самый длинный эпос в мире. Особое внимание уделяется популяризации великого эпоса Манас по всему миру. Эпос, не имеющий аналога, является духовным и историко-культурным наследием человечества. Сначала по традиции рекордсмену на деле Ак-Калпак. Манасчир рассказал, что заранее подготовился к этому трудному испытанию и был решительно настроен. Я готовился долго и морально, и физически. Несмотря на сложную задачу, у меня была цель. Когда у человека есть цель, он и сыт, и бодр. Трудности пройдут, но память останется. Для каждого сказителя Манасчи важно оставить наследие. В рамках недели Манаса в турецком городе Бурса сначала 11 Манасчи сказывали эпос в течение суток, а затем Распа Исааков непрерывно днём и ночью рассказывал великий эпос Манас. И по итогу официальная информация о регистрации в книге рекордов Гиннеса была подтверждена представителем Всемирной книги Гиннеса по Турции и странам Центральной Азии, и ему также было выдано удостоверение Гиннеса. Эпос Манаса – это настоящий шедевр устного народного творчества. Кыргызского народа. На протяжении веков эпос Манас передаётся из уст в уста, из поколения в поколение. Трилогия – не только великий эпос кыргызского народа, но и высочайшая вершина эпического наследия всего тюркского мира. Все с восхищением слушали сказители. У эпоса есть особая, уникальная сила. В который раз слушатели были поражены красотой и величием эпоса. Трилогии объясняют кыргызскую культуру, обычаи и традиции. А дух Манаса – великодушного символ единства и сплочённости народа Кыргызстана.